Начать раньше, охватить максимальное количество жителей и завершить в кратчайшие сроки. Такие задачи стоят сегодня перед медицинскими учреждениями и органами власти в вопросе вакцинации населения от вируса гриппа. Статистика показывает, чем выше уровень охвата вакцинации от гриппа, тем ниже уровень заболеваемости этой инфекцией у людей. В условиях пандемии защитить организм хотя бы от одной инфекции крайне важно. Накануне только здоровья, но и жизни. Мы все находимся в период пандемии коронавирусной инфекции, а это значит, что инфекция будет продолжать циркулировать, коронавирусная инфекция. Также на нее наслаиваются инфекции, которые вызывают пневмонии, и также мы входим в сезон заболеваемости урвей и гриппом. Так называемый наступает микс инфекции, то есть такой коктейль из четырех сложных тяжелых видов инфекций, разные микроорганизмы циркулируют, а это значит более тяжелое течение, это значит увеличивается количество госпитализированных, ну и конечно, к сожалению, это приводит к более высокой смертности во всех возрастных группах. Сегодня в администрации города состоялось экстренное заседание Межведомственной противоэпидемической комиссии. Вакцинация от гриппа должна начаться с 1 сентября. Первая партия вакцины в количестве 7700 штук поступит в Кунгур в понедельник. В целом мы ожидаем поставку 35700 доз, то есть это только лишь первая партия, которая к нам придет, в дальнейшем будет партия поступать. Наша сейчас самая главная задача – это проводить правильную информационную работу для нашего населения. Это касается прежде всего родителей, которые должны позаботиться о привитии своих детей, но также всего нашего взрослого населения. Особое внимание будем обращать на работодателей, потому что именно они должны позаботиться о здоровье своих сотрудников. Желаю всем привиться, не болеть, быть здоровыми, думать о здоровье своем, своих родных и близких. Тема вакцинации поднималась и на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края. Регион постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Здоровье граждан остается главным приоритетом. Ранее на заседание правительства Дмитрий Николаевич обращал наше внимание, обращался к главам по поводу того, что необходимо активно включаться в работу по подготовке к прививочной кампании, обеспечить возможность проведения вакцинации людей максимально доступным для населения способом. В течение месяца в Пермском крае запланировано охватить вакцинации беспрецедентное количество человек – около полутора миллионов, в первую очередь людей с хроническими заболеваниями, детей, лиц старше 60 лет. Пройти иммунизацию можно будет в поликлиниках, в образовательных организациях по месту учёбы, а также по краю будут работать более тысячи мобильных прививочных бригад. Продолжение следует...